привет дорогие подписчики и зритель канала меня зовут артур мы продолжаем играть стадис извиняюсь за задержку в собственно с выходом серии с выходом серии этой игры как вы знаете последняя неделька была не очень такой и я просто не успевал тем не менее игра просто манила потому что она очень хорошая и мы с вами прибыли насколько я помню в медблог вроде бы так давайте разбираться что здесь и как здесь мы вроде все уже подобрали все почитали и здесь вроде как все очень плохо да ну так посмотреть кровища как бы вон там в окошках кишки лежат тому подобное разберемся в общем я безопасно москвичи так грохочет но и стало быть давайте попробуем пойти сюда потому что в прошлый раз насколько я помню что пришли я такой мама и в итоге в общем перехотел если у нас стоит окровавленные защитные костюмы и они окровавлены на этих костюмах нет явных повреждений зато есть новый багряный узор супер костюмы перепачканы сукровицы но пригодны для использования то есть я сейчас залезу от в этого невозможно даже попытаться сосчитать сколько людей здесь погибло но здесь реально просто каша была я не знаю без разбора глушила об сосудистой системе обнаружены серотонитовые рецепторы системы хорошо ладно да попробуем на себя нацепить но зачем я пока не знаю но силовое поле заряженные молекулы плазмы стремительно снуют по поверхности невидимого электрополя блин я скучал по этой игре я пока не вижу никакой мотивации надевать эти костюмы но я я надену мало ли что то ты только что сделал не заряженный пистолет кислородная капсула я честно скажу о господи у меня так громко орёт что мне прям уже страшно стало чуть-чуть убавлю я люблю и люблю кая страшно но когда так что-то прямо морозит в общем я не совсем помню зачем мне часть тела зачем я с собой ношу окровавленные ошметки чего-то тела так дратуете вас тут одна комната это хорошо что если на пришел медицинское оборудование в отличие от большинства механизмов эти не калечат а лечат ладно кислородный баллон я думаю здесь в итоге нам пригодит ей разрезали спина ну да видимо вручную удалили чипы вот почему перезагрузили системы безопасности мед отсеки трупы жилом отсеке с них сняли кожу эти твари открывают чипами запертые отсеки видимо просекли как это работает так как мне попасть на нижней палубы удалить чип чего может электрошок не не сработает вот джон есть только один верный способ что ты о чем хирургическая капсула должна быть запрограммирована на измечения но для той женщины она боком вышла по-другому нельзя если ты телепортироваться не умеешь я в хирургии джон готовь капсулу ты издеваешься что ли пипец такие аналогии с игрой сома вот эта игра это просто игра сома если в нее накидать просто вот поставить вентилятор короче на него кидать кишки и они будут лететь на сумму и забрызгивать ее всю вот получится стазис что я могу сказать эта игра как сома только отвратительная отвратная сам абсолютно но но круто цифровая записная книжка я не хочу не хочу никакой хирургии это глупо это тупо я лучше останусь здесь и буду умирать я прыгну в атмосферу этой планеты и все будет хорошо так приемник органики у меня есть органика кислородный баллон у меня есть криокапсула у меня нет наверно надо будет найти и анестетик какой-то ночью разберемся писая аль рачку пар от 8 января и до 20 декабря 8 января новый год для главного хирурга и методсека методсеку добавили три отдела кибернетики регенерации тканей и непонятно зачем медицинской гидропоники может она медицинская но как я говорил доктору малону это все равно растения не хочу быть неблагодарным корпорации кейн который открывает для меня столько новых дверей раздвигает границы медицины для каждого из нас я учился на поле боя мои руки были по локоть в крови невинно пострадавшие для меня видеть возрождение уничтоженных деревень и их благодетствие это привилегия а все благодаря достижением кейн но все таки непонятно почему столько отделов на грумлейке заставляют делить ресурсы говорят наш бюджет скоро пересмотрят а шансы что его повысят не высоки но я стараюсь мыслить позитивно спустя месяц боже право и бюджет увеличили на 300 процентов я даже представить не мог как нам помогут финансовые изменения доктор малон заверил меня что значительная часть бюджета пойдет на проект 7 и вес нашей работы растет мы закажем новое оборудование и новые образцы правда я не вполне согласен с методами доктора малона в наборе добровольцев на операции эксперименты наше достижение в исследованиях не компенсирует остального правильно ли что мы сдвигаем границы морали ради высшего блага уже пошли подозрения да 4 мая я хирург и видел немало страшного на кровавобойнях флойн пангеи должен бы уже давно привыкнуть но я не припомню чтобы давал согласие на использование в экспериментах детей по запросу старшей медсестры проверил стадис капсула обнаружил там несколько детей ожидающих обработки некоторым было не больше девяти дети я пришел в ужас и потребовала объяснение доктора малона эдварду дженниву приходилось проверять вакцину на детях чтоб проверить работает ли она зато ответил он я знал эту историю какой врач его не знает дженнер вел зараженный гнойный экстудат в руку ребенку что могло рассматриваться как вещью вопиющее пренебрежение его жизнью но мальчик был спасен так я был переубежден мы передний край науки мы не можем не рисковать этические выборы порой трудны но логика доктора вполне здрава наши исследования слишком цены чтобы дать морали встать у нас на пути слушай уважаемый давай мы твою семью сюда вот эту вот загоним и будем на них опыты проводить и сая мать твою аэра джку пар 17 декабря боюсь что с решением стать хирургом в корпорации кейнт все не так просто как мне казалось ко мне в лабораторию поступили первые жертву распространяющейся инфекции изолированная операционная есть только тут впервые за много лет я снова оперировал сам ток крови разрез зараженной ткани специальным инструментом да простит меня господь и я наслаждался невозможно описать этот прилив адреналина это ощущение всемогущества когда в твоих руках жизни умирающих я чувствовал тоже на войне похоже меня привлекает не красота и радость рождения тошнотворная вонь смерти я думал что пришел в корпорацию кейн чтобы спасти свою душу на самом деле хотел удалить голод зверя живущего во мне зверя пускающего слюни от запаха крови не стыдно ну и 20 декабря как я мог этого не замечать эти омерзительные формы жизни притворяются нами они крадут нашу кошу и наши чипы и охранной системы их не обнаруживают не знаю я откуда появились эти твари это пугало бы меня меньше но они учатся эти отродья отродья это слово пожалуй собрало в себе все что я мы создали в гордыне своей мы создали зло господь помоги нам заметки отчеты тема персональные чипы это наверное опять то же самое от доктора ручку пара всему персоналу дорогие сотрудники письмо адресовано всем кто еще получает письма по внутренней сети вы уже знаете до этого уже читали предлагаю чтобы каждый из вас по графику явился под охраной к основной хирургической капсуле там у вас извлекут печи затем перепрограммируем протокол безопасности против носителей чипов не открывайте бла-бла понятно электронная почта от доктора бэкмана доктору ручку пару тема аналитика доктор малан модифицировал инструкцию отбора испытуемых для проекта 7 а точнее требования относительно испытуемых женского пола с беременностью вон на амнезе испытуемые беременные там вообще перехилили что ли твари в идеале желателен скрининг но их источник не так важен поскольку проект показал где он почти сто процентов шанс выживания испытуемых для эксперимента годится персонал вот идеальные характеристики понятно отсутствие любых генетических отклонений испытуемые должны недавно перенести беременность а понят ну ладно желательно не больше года назад с уважением доктор бэкман и потом отрыжку пара доктору малану тема медсестра мы нередко расходились во мне тихо мы нередко расходились во во мнениях но никогда настолько явку я в курсе что мискалестер не работает что мискалестер не работает хирургии что старшая сестра боксер выше рангом однако у калестер потрясающий ум она сам организованная из человек из тех с кем мне приходилось работать склады продукции сияют чистотой тщательно проиндексированы это заставляет меня возразить вашему требованию о смешении ее с должности смещения смешение с должности заложенных докладов об аномалиях в продуктах не сомневаюсь что ваше утверждение будто она незаконно собирала образцы не имеют основания мискалестер прекрасный работник и отправляет доклады только если считает это правильным я бы не стал предпринимать мер против нее за проект отвечаете вы и однако позвольте мне самому распоряжаться своим персоналом с уважением и саях ух а тут я уже так много читать а в этой игре читать надо очень много извлеченный чип из чипа торчат несколько позвонков так теперь у нас есть часть тела незаряженный пистолет кислородная маска обрывки кабеля и персональный чип так ну вроде ничего до сюда кладут оперируемых будто то будь то пациент или жертвы шторка спасает от посторонних глаз внутренний мир пациентов ну и защищает его от сепсиса конечно брошенная больничная койка отдохнуть бы выспаться главная хирургическая установка современная хирургическая капсула способна с минимальным риском проводить операции любой сложности так хорошо давай разбираться кислородный баллон так приемник органики не знаю что я делаю но видимо я делаю все правильное уместите приемник органического материала очищенную биологическую ткань так ну да ее как-то почистить надо понятно так ладно кислородный баллон так не думаю что подойдет что-то пошло не так опять хорошо ой господи старость не радость молодость не помню что там дальше анестезия хирургический отсек тут наверняка должен быть анестетик вы решили что вот он так сначала капсулу как-то подготовить надо что ли как это все работает господи никто ведь не объяснит что еще я взял пустой жидкостный стадис контейнер хорошо сюда байзека кларка он бы тут навел порядок так кислородный баллон не подходит персональный чип так криво капсула а если туда кислородную капсулу это успокойся главное так хорошо у меня есть подозрение что у нас чего-то не хватает вполне возможно это так вполне возможно что это совсем не так и я предлагаю сначала сходить во второе место потому что там у нас есть вполне возможно мы сейчас реально будем тупить а в итоге окажется что нужно было что-то взять там поэтому пока я не буду уверен наверняка давайте мы еще одно место исследуем пока что все очень интересно я прям скучал ну конечно вот это вот обилие у нас всяких отуратных штук в карманах это да защитная дверь главного входа в мед отсек вход в медицинский отсек корабля но я думаю что в итоге все сведется к тому что мне нужно получить ну собственно извлечь чип и тогда я смогу выйти отсюда кресло как будто в ужасе отвернулся от зрелища состоявшийся здесь кровавые бани господи что происходит мальчик говорит ты не представляешь как счастливы мы здесь обнаружен персональный чип джон марочек персональный чип не имеет доступ по безопасности система блокирована ну видимо нет видимо все что у нас есть это то устройство и там мы с вами должны решить что же и как окей хорошо так кроме записных книжек больше ничего нет кровь и ткани зачащийся красные жижи видны фрагменты костей тканей но я не думаю что что то здесь я могу применить так может капсула с кислородом обмотанная проводами короче пойдем разбираться видимо все что нам нужно делать на данный момент это мы будем делать там все таки хорошо давайте разбираться значит капсула все еще не приготовлено все что нам осталось по сути анестезия у нас тут есть как видите тоже заряжена с крио капсулы какая-то проблема как нам заправить пустой жидкостный стадис контейнер я пока не представляю ну как бы пошли искать какие-нибудь баллона вы их видите здесь нет здесь не прикольно да это работает наверное обновлен персональный чип элизабет суонсон силовое поле отключено между прочим так но дверь по-прежнему закрыта это значит что так а что там еще можно это значит что она может туда идти к дверке теперь так на целом все я пошел отсюда потому что это терпеть уже невозможно здесь слишком громко я не хочу убавлять звук потому что мне реально кумарит оно какое-то такое в общем да оно открыто это было просто то что здесь находится вот это не очень просто и не очень прикольно брошенная стазис капсула похоже капсулу давно не подключали к системе так так и как извлечь эээ, проводочки, проводки да вроде ничего я здесь сделать не могу да могу ли я как-нибудь просто чушь а хотя да я не знаю о чём я думал они просто по приколу Тиа, выживший Есть кто-то живой? Не совсем, он в стадисе. Вообще-то выводить людей из стадиса не по протоколу, опасно. А меня кто разбудил? Забудь его, Джон. Думай о деле. То есть человек будет просто тут спать и ждать, пока его сожрут? Я не согласен. Как это сделать? Быть не может. Среди всего кровавого месива тут есть выживший. Жизненные показатели в норме. Может он знает, что произошло на Грумлейке? Подожди, подожди. Капсула пуста, но вполне исправна. Так, пустая стадис капсула. Знакомо, очертание капсулы вызывает грусть. Понятно? Хорошо. Ну что, хорошо, плохо. Пустая капсула. Тоже не очень. Сломанный стадис терминал. Экран светится, но внутри что-то сломано. Терминал не работает. О, что это? Можно ли мне как-то эту микросхему скулупнуть? Да я думаю, нет. Зачем она мне просто? Я, на удивление, ничего не могу со всем этим поделать. Дверь из промышленного пластика средней прочности порвали, будто бумажный листок. Расчлененное тело. Красные от цветы порождают гротескные тени на лице несчастного. Я так понимаю, тут кто-то прятался, а потом двери начали рвать и попали к нему. Внутренности, а тут ноги лежат. Просто порван. Бедренные кости выгнуты в противоположных направлениях и вырваны из суставов. Твою мать. Опять труп. Или парочка. Берг Картер. 20 февраля, 24 декабря. 20 февраля. Сердце, не бейся так сильно. Сегодня в гидропонике увидел самое прекрасное на свете создание. Она дружит с этой медсестрой Эрикой. Эрика мне завидует, но вот с Эдди. Она прекрасна. Все сгибы на местах, личико ангельское. Постоянно ищу предлоги зайти в отдел медицинской гидропоники. Впрочем, она-то меня никогда не видит. Я же не квалифицированный персонал. Военные в послеоперационных палатах только в голос уже не смеются, когда я пытаюсь привлечь ее внимание через окошко. Надо придумать, как поговорить с ней напрямую. Она выходит в комнату санобработки после каждой смены. Может, подкараулить ее автоматы? Купить-выпить? Попробую завтра. Или послезавтра у меня будет двойная смена. Но в конце концов, чтобы двигать науку в глубоком космосе, нужна смелость, так? У тех уродов из школы духу бы не хватило повторить то, что я делаю. Я тут рискую жизнью и конечностями, когда чиню важные приборы. И трус на такое не пойдет. Может, я не солдат, но смелым точно могу себя назвать. Влюбился у нас парень, да? Тут листок, на котором написано «Уничтожь то, что уничтожает тебя». 20 мая. Сколько времени? Система не работает. Господи, 9 дней уже. Неделю пытаюсь попасть к хирургическим капсулам. На гидропонике и шансы повидать... И шансы повидать среди уже крест поставил. Они больше не пускают лишний персонал. Ошиваюсь у склада продукции возле автоматов с едой. Вдруг встречу. А если встречаю, у меня слова в глотке застревают. Черт, я безнадежен. Читаю книжку Арианы Санчес про евгенические войны. Потрясно, что после всего нам разрешают устраивать на Грумлэйке все эти штуки. Только вот книжку приходится прятать. Доктор Малан как-то увидел, как я ее в зале отдыха читаю. Из катушек съехал. Говорит, что книжку выкинут и выкинут с корабля вместе со мной. Так что теперь держу ее под подушкой и на смену не беру. На сменах читаю серию про Пангею какого-то Дарка. Обожаю майора Плаутола. Он крут. Иногда жалею, что духу не хватило пойти в десант, а не в инженеры. Эх, быть бы как он. 23 ноября. Сегодня прибыли пайки. Народ не в восторге. Аварийная хрень и не должна быть деликатесом. Но это просто в рот не возьмешь. Если не хватает... А, еды не хватает. У народа просто крышей едет. Лотис ударил Малана. Сломал бедняги нос. Стив с ног сбивается, пытаясь не допустить драк. Я не понимаю, почему нельзя просто штурмануть гидропонику. Но мне все затыкают рот, особенно Сэдди. Я ее дико раздражаю, похоже. Но на доктора Малана и доктора Аль Раджкупара она еще хуже смотрит. Она меня, наверное, презирает. И почему я ее раньше на свидание не пригласил? Да потому что ты трус, Берг. Грязный, вонючий трус. 17 декабря, когда уже все плохо. Опять вырубили электричество. Я так боюсь, что дышу с трудом. Ходят слухи, что вокруг медотсека бродят чудовища. Да это и не слухи. Я сам видел парня, которого тварь такая растерзала. Бледная кожа и хвост, да? Передвигаются стаями, как собаки. И сильные, как незнамы кто. Народ перепуган и хочет есть. Я держу дома небольшую заначку, даже Стиву про нее не сказал. Мне стыдно, что я ее прячу, но люди вокруг совсем с ума сошли. Может, запасать еду это против правил? Мельета бы меня убил, если бы узнал, что я пайки припятал. Да ладно, он все равно спятил. Он меня на днях чуть не задушил. Карсфиллу пришлось оттаскивать. Тело все болит после операции. Стиву сказали перепрограммировать охранные пушки, он пошел и сделал. Вот он герой. Не то, что я. 24 декабря. Теперь я не только трус, но и убийца. Использовал бедолаг в стадисе, чтобы эти твари не добрались до меня. Открыл капсулу и запустил пробуждение. Пока ребята очухивались после глубокой заморозки, их уже ждали. Нашел пустой склад и заперся тут. Когда сообщили о прорыве, я услышал крики и обоссался. Обоссался, черт! Это так настоящий мужик должен себя вести? Пока бежал, увидел в коридоре Сэдди с телом подруги. Самое мерзкое мне даже в голову не пришло притормозить. Я только понадеялся, что они задержат тварей, и я успею в укрытие. Вот каким был Берг Картер. Дорогой кто-то, кто найдет эти заметки. Я же знаю, их найду. Он был трусом. Надеюсь, детали планшета вам пригодятся. Раз уж я настолько никчемен, остается надеяться, что хоть кто-то после... Хоть что-то после меня серьезно останется. Чудатульки, читать так много записок, прям язык начинает ломаться. Персональные чипы от ручку пара. Да, да, это всем заслали, в общем. Ну, такой это был Берг. Что тут скажешь? Баллон для хранения. Судя по прочности использованных материалов и предупредительным надписям, в баллонах хранятся опасные вещества. Нет, нет, это один. Чип стазис капсулы. Блок управляющего устройства стазис капсулы. Так, хорошо. Допустим. Пустой жидкостный стазис контейнер меня гораздо больше интересует. Но вот это я, по-моему, знаю, куда воткнуть. Помните, там у нас в одном месте был разбитый экран. Только я уже успел позабыть, где. По-моему, здесь. Так, нет, не здесь. Сейчас вспомним. И не здесь. Да, но тут. Видите? Вполне возможно, сюда оно и подойдет. Так, что я могу сказать? Я не совсем понимаю, что я сейчас с ним делаю. То есть, как-то его разбудить, но... Черт его знает, я не хочу навредить этому человеку. Да, блин, мне страшно. Я боюсь что-нибудь сделать. Во! Наконец-то! Эй, тише. Все будет хорошо. Что по тебе? Я слышал крики. Я его разбудил. Выжившего. Он не выдержал. Думаю, я убил его. Думаю, я что-то сделал. Говорю же тебе, оставь его. Он был мертв с той минуты, как его заморозили. Ты всего лишь сделал его смерть проще. Я убил человека, Теа. Двигайся, или следующий труп ты. А как насчет милосердия? Да ты даже себе не представляешь, сколько во мне милосердия. Я прошла через ад. Принимала решения, которые убивали людей. Дело больше не в тебе. Прости, Джон. Ты мне нужен. Бледное лицо искажено жуткой гримасой. Я так извиняюсь. Я так, так извиняюсь. Перекрестил, смотри. Но, между прочим, это не отменяет того, что я пока что по-прежнему не знаю, что мне делать. Так, креоконсервационная жидкость. Возможно, я смогу ее собрать... Серьезно? Рукой? Это было странно. Я не знаю, как вообще. Полный жидкостный стазис контейнер. Ну, допустим. Хорошо. Я так понимаю, теперь мы можем идти. Но что нам делать с очисткой биоорганики? То есть, нам нужно, чтобы она была очищена. Ну, помните, да? Я пока насчет этого не разобрался. Но давайте будем решать проблему по мере поступления. В общем, вот оно что, Михалыч. Вот оно как получилось в итоге-то. Ну, держи. Так, осталось решить проблему с биообразцами. Не знаю, как их очищать. Давайте попробуем еще раз пихнуть их сюда. Ну, вы поняли, да? Так... О, ну вот, хорошо. Даже так, значит, да? Не знаю, что я делаю. Просто такие вещи иногда приходят в голову, и ты хренеешь от того. Какая у тебя все-таки извращенная фантазия. А потом оказывается, что это... Ты не проблюсь и только, ладно? И потом ты просто понимаешь, что... Вот эта извращенная логика, она... Она в итоге оказалась единственной верной в этой игре. Это как бы характеризует. Очищенный органический материал. Я не знаю, как он очищен с помощью пистолета. Но между тем он очищен. И все это мы делаем руками. Господи. Так, все готово к использованию. Отлично. Можно я, пожалуйста, сохранюсь? Ну и вон нафиг. Так, сохранюсь, говорю, игра. Так, сохраняшка. И убираем этот труп отсюда. Ты там часом не спишь? Очень смешно. Извини. Так. Черт, тут даже... Будь осторожен, будет мало. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Электричество на середине операции не вырубится. Черт, Джон. Тебе обязательно так говорить. Мне позвоночник вскроет. Могу я пошутить разок. Я слежу за капсулой. Дыши, старик. Ты справишься. Ты можешь сделать это. Ты можешь сделать это. Главный герой, который ничего не понимает происходящим. Прикольный герой, мне очень нравится. Приветствую, Джон Мэрочек. Я Робин. Автоматизированная хирургическая капсула. Врач объяснит вам ход процедуры и предложит задать любые вопросы. После процедуры могут появиться неприятные ощущения, в том числе, головная боль и тошнота. Пожалуйста, свяжитесь с медсестрой, если испытывайте неприятные ощущения, нуждаетесь в лекарстве или терапии. Начато размещение головной рамки. Внимание, объект не прошел протокольную подготовку. Что мне делать? Мне не надо же ничего делать? О, господи. Это я сам все делаю? Ты чего? Какая нафиг катсцена? Тут гораздо хуже. Ладно, хоть анестезию, наверное, да? Ладно. О, давай, не надо. Начато выполнение программы 0-4-1-5. И не хочу. Больная игра, больная. Терпи, Джон. Получение результатов МРТ. Ошибка. Какая нафиг ошибка? Зашивай. Скачок напряжения в основном в контуре. Напряжение. Так, быстрее. Я не буду читать. Нужно делать быстрее. Да делай уже, ну. Твою мать. Знаете, в чем проблема этой сцены, помимо того, что она отвратительно-тошнотворная? В том, что я постоянно отношусь к ней как к катсцене, а в итоге там нужно делать что-то и я теряюсь. Ладно, давайте попробуем. Ну, я вам хоть еще одну смерть показал. Я вам, по-моему, все смерти в этой игре показал. Так что мы с вами, в принципе, я думаю, нормально все, да? Так, хорошо, нужно по-быстрому в итоге действовать. Я не буду, в общем, читать, что там, собственно, говорят. Уж извините меня, обладатели маленьких мониторов. Если вы понимаете, о чем я. Это пипец вообще. Я такое первый раз вижу. Хотя в Dead Space втором помню, да? С глазом. Я люблю. Вы автоматизированный сцены в медпот. Твоя позиция выясняет сцены. Я беру к тебе и даю вам возможность задать какие-то вопросы. Вы можете чувствовать какой-то дискомфорт после посетения, как у вас болезнь или наусья. Позвольте ваши дни знать, если у вас не доступен к посетению, что вы не можете дать медицину и или другим тренировать. Добавляйте в медпоте, Монстер Горрис. Так, ладно, давайте начнем. Это не нужно, чтобы быть подготовленным. Первый пошел Прелесть какая Я не могу на это смотреть Я буду смотреть на список лучше Давай, шипче, шипче Субтитры создавал DimaTorzok